В языке декораторов это называется плотерная резка. Пластик краят, как лёгкую ткань. Потом цвет, свет, блёстки. Новогодний наряд столицы — 4000 арт-объектов. Так же, как у вас были в детстве пятнашки, они точно так же двигаются. Из них можно собрать красивую картинку. Внутри строен нагревательный элемент. То есть можно руки будет погреть? Можно даже руки будет погреть. Интерактивные пазлы — это только часть композиции, которую установят на Тверской. А ещё зеркало снежной королевы, сундук сокровищ, щелкунчик. Все композиции ручной работы и повышенной прочности. Абсолютно безопасны в снег и в дождь. Наносится специальное спортивное покрытие, прорезиненное, антискользящее, для того, чтобы дети, играя и передвигаясь по ним, ни в коем случае не могли получить травмы. За пять лет новогоднего движения в Москве появилась новая индустрия праздничного оформления улиц. Столицу к празднику готовят десятки мастерских. Позади ракета-носитель «Восток», впереди космос. Павильон ВДНХ — главный ориентир для любителей тюбинга. Это такие гигантские надувные ватрушки для любителей покататься с горки. Народная забава. Каждый должен уметь. Реконструкция улиц Москва сама задаёт праздничные тренды. Российская столица уверенно становится центром мирового, новогоднего и рождественского туризма. Очень красиво, очень ярко. Напоминает Париж. Здесь очень красиво. Самая большая интрига — ёлка в парке Горького. Площадь перед главным входом так долго была пустой, что публика решила ничего интересного. Рабочие появились. В разгаре монтаж уникальной 3D-ёлки из настоящих зеркал. Кубическая форма и со всех сторон получается объём. И внутри изображение ёлки. Необычная ёлка ещё будет исполнять свето-музыкальные композиции. Их содержание пока держит в секрете. Любое чудо, особенно новогоднее, лучше один раз увидеть. Продолжение следует...